Это канал Паяльник ТВ. Если при подключении какого-либо устройства к источнику питания существует возможность перепутать плюс и минус местами, то рано или поздно это обязательно произойдет. Причем такая ошибка может обойтись очень дорого как по деньгам так и по времени необходимому для замены испустивших дым микросхем. И поэтому было бы неплохо защитить электронику от подобных неприятностей. И самое очевидное решение это воспользоваться радиодеталью которая пропускает ток только в одном направлении. То есть подключать устройство последовательно с диодом. Такая защита конечно очень надежная, но обладает одним серьезным недостатком. На диоде обязательно потеряется несколько сотен милливольт напряжения питания. И даже потери на диоде шотки могут оказаться неприемлемыми. Можно подключить диод и параллельно устройству, так чтобы при правильном подключении питания он ни на что не влиял. Но если питание подключить неправильно, то диод заберет весь ток на себя и в лучшем случае в блоке питания сработает защита. А в худшем случае диод и блок питания будут соревноваться друг с другом, кто быстрее надорвется. Ну как мы видим диодная защита обладает массой недостатков. И поэтому далее мы рассмотрим более совершенную схему на основе полевого транзистора. Итак, полевой транзистор находится здесь. Внутри транзистора между стоком и истоком присутствует диод, который здесь добавлен в схему явно. Транзистор П-канальный, поэтому чтобы он открылся, напряжение на затворе должно быть на несколько вольт ниже, чем напряжение на истоке. Причем затвор является конденсатором, поэтому чтобы он зарядился или разрядился, требуется время. Следовательно, открывается и закрывается транзистор с некоторой задержкой. Итак, подаем питание неправильно и пока полевой транзистор закрывался, успел немножко зарядиться конденсатор внутри устройства. Разряжается он током несколько микроампер, который ничего повредить не сможет. И давайте разберемся, почему транзистор закрылся. При неправильной полярности на истоке оказывается напряжение очень близкое к плюсу питания. И чтобы транзистор открылся, напряжение на затворе должно быть меньше, но оно на затворе такое же. И открытие транзистора невозможно, так как в этом случае напряжение на затворе станет даже больше, чем на истоке. А если подключить правильное питание, то транзистор полностью откроется. Сначала ток пойдет через диод, что приведет к повышению напряжения на устройстве и истоке до напряжения питания минус 0,6 вольт, а на затворе минус питание, и поэтому транзистор полностью откроется. И напряжение на истоке повысится почти до напряжения питания, так как у современных полевых транзисторов сопротивление открытого канала очень низкое. Но есть у этих транзисторов одна неприятная особенность. Максимально допустимое напряжение между стоком и истоком выше, чем между затвором и истоком. И тогда максимальное напряжение питания ограничено наименьшим из этих двух напряжений, так как в данной схеме к затвору и истоку прикладывается напряжение питания. И чтобы использовать возможности транзистора по полной, необходимо это напряжение ограничить. И для этого мы воспользуемся стабилитроном. Итак, с помощью стабилитрона мы ограничили напряжение между затвором и истоком, но из-за резистора, ограничивающего ток через стабилитрон, быстродействие защиты существенно уменьшилось из-за того, что затвор заряжается через тот же самый резистор. А теперь давайте подключим питание правильно. Итак, стабилитрон действительно ограничил напряжение между затвором и истоком. 12 минус 7 равно 5. И теперь напряжение питания не попадает на затвор и исток. И осталось только ускорить срабатывание защиты, добавив диод параллельно резистору. Итак, конденсатор снова не успевает получить значительного заряда, пока закрывается транзистор. И правильная полярность по-прежнему корректно обрабатывается защитой. А теперь давайте возьмем настоящий поканальный транзистор и испытаем схему реальности. Здесь представлена тестовая схема. Как видим, у нас здесь два светодиода и один резистор. Резистор у нас ток ограничивающий, а светодиоды у нас включены встречно-параллельно. Сейчас у нас подключено, скажем так, правильной полярностью. Скажем, включаем, загорается зеленый светодиод. И сейчас мы поменяем, скажем так, полярность. То есть подключим обратную сторону. И у нас загорается красный светодиод. В данной схеме это не критично. То есть у нас здесь сыграется либо один, либо другой светодиод. Но техника чаще всего не любит переполюсовку, если не сказать, что всегда. И для этого как раз таки наша следующая схема. Здесь у нас собрана схема симуляции. И п-канальный MOSFET с низким сопротивлением открытого канала у нас использован. И RL ML6402 в корпусе SOT23. Он у нас в макетную плату с помощью, скажем так, вот такого переходничка поставлен. А светодиод у нас используется, скажем так, в качестве показометра полярности, правильно включенный. Кстати говоря, аналоги этого транзистора смотрите. Именно P-канальный MOSFET с низким сопротивлением открытого канала. Вот. Смотрите. Сейчас включаем. У нас светится... Ну, это показывает то, что у нас питание на плату подано. А это то, что у нас питание идет. Подключено правильной полярностью. То есть это вот... Ну... Вот. Теперь же мы сознательно перепутаем полярность. И, если вы помните, при включении у нас загорался красный светодиод. То есть в обратной полярности. Сейчас же, как видим, он не загорается. То есть сработала наша защита от переполюсовки. Вот. Продолжение следует... 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 Это всё на нагрузку. А нагрузкой у нас будет выступать вот такая вот красивая связочка из резисторов, общим номиналом 10 Ом. Вот, и осталось посмотреть падение напряжения на токи и стоки, т.е. drain и source. 52 мВ. Значения на 200 мВ стоят. Ну, и если у вас нет такого транзистора, повторюсь, это ИРЛ-МЛ6402 в корпусе SOT-23 и это P-канальный MOSFET с низким сопротивлением открытого канала. Можно использовать ИРЛ-МЛ630, он более распространён, но у него сопротивление открытого канала выше, и он является N-канальным MOSFET. Выглядит он следующим образом. Ну, тут напаяны просто ножки для удобного использования. Ну, я думаю, видно ИРЛ-МЛ630, я, по крайней мере, на это так надеюсь. Вот, сейчас на его основе мы соберём такую же схему. Вместо P-канального транзистора можно использовать N-канальный транзистор. И открывается он наоборот, когда напряжение на затворе на несколько вольт выше, чем напряжение на истоке. И транзистор теперь подключен в разрыв минуса питания, что может создать некоторые проблемы. Допустим, у нас есть два устройства, и источник питания у них общий. И у каждого устройства по индивидуальной защите из N-канального транзистора. Напряжения, которые падают на защите у этих устройств, скорее всего, будут различными. Из-за чего получится, что земли у этих устройств немного смещены друг относительно друга. Тогда, если от одного устройства к другому будет передаваться аналоговый сигнал в виде определённого напряжения, то другое устройство воспримет его с искажением, так как измеряет относительно другого уровня. Это единственный недостаток схемы с N-канальным транзистором. Наша схема состоит всего лишь из одного элемента. Это один единственный транзистор. Но, так как это N-канальный MOSFET, у нас здесь к стоку или дрейну подсоединяется минус для работы, а к гейту, то есть к затвору, подключается плюс. С нашего истока, т.е. сорса, идёт наш минус. И как раз таки плюс у нас подключается к гейту, к нашему. Как видим, у нас всё работает. Сейчас схема у нас на 5 вольтах. И смотрите, если мы сейчас поменяем местами, у нас ничего не горит. И меняем обратно. Вот зелёненький светодиод. Сейчас подключим нагрузку в те же самые 5,1 Ом. И посмотрим падение напряжения… Падение напряжения на стоке и затвор… Прошу прощения, на стоке и истоки – дрейн и сорс. Т.е. это у нас вторая и третья нога. Сейчас я всё подключу. У нас подключена нагрузка. И измеряем падение напряжения. И в этот раз нам приходится выставлять на 2 вольта, потому что падение напряжения у нас практически 0,5 вольта. 450-460 вот идёт… Изменяется нагрузка, нагревается. Примерно 450 мВ падения. Согласитесь, это намного больше, чем 45 или 50 мВ. Вот такая вот простенькая схема из одного единственного элемента. На 12 вольтах эта схема из одного элемента должна работать лучше. Сейчас выставлены 12 вольт. Подключаем. Видим, зелёный светодиод горит. Сейчас поменяем полярность. Как видим, красный у нас не засветился. Ну, и изменим полярность обратно. И подключим вместо светодиодов нагрузку нашу, гирлянду из трёх резисторов. И опять замерим падение напряжения. Как видим, падение составляет уже примерно 400 мВ. 411 нут растёт. По мере нагрева резисторов падение напряжения у нас здесь всё больше и больше. Как видите, эта схема работает и при 5, и при 12 вольтах. Ну, а сейчас, дорогие друзья, чтобы вам показать, что эта плата реально работает, то есть всё по-честному, мы, скажем так, будем испытывать на том, чего нам очень и очень жалко. Это наш прожектор, скажем так. Вот этим мы освещаем. То есть, как видите, лента на радиаторе и охлаждается кулером. И здесь есть плата, которая очень и очень не любит переполюсовку. Это понижающий такой преобразователь мелкий. Ну и у нас здесь подключено всё через нашу мелкую платку. Ну что ж, давайте подадим 12 вольт. Мы тут сейчас как вампиры. То есть, светит она очень и очень сильно. Вот видим. теперь отключаем. Меняем полярность. Немного подождём. Ещё раз полицезреем нашу суперосветительную систему. и меняем полярность обратно на правильную. И вот у нас всё прекрасно работает. Ну а на этой ноте всё. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новых роликов. И также, ребят, не забывайте заглядывать в описание. Всем пока!